Уважаемые коллеги, друзья, гости конференции, я хочу поблагодарить в комитет за приглашение выступить с докладом. Площадка Аграрного университета хороша тема, действительно, как я уже сказал, здесь приветствуется открытая и честная дискуссия, мне всегда приятно выступать именно здесь, в этой аудитории. Вот предыдущие докладчики, на мой взгляд, как бы заострили постановку задачи вот сегодняшнего момента. Вот тематика конференции «Проблемы глобализации», на мой взгляд, как раз интересна тем, что это, по сути, нерешенная пока задача с точки зрения научного моделирования. Я хочу построить свой доклад именно вот с этой точки зрения. Мне всегда приятно выступать в аудиториях, где присутствует молодежь, где студенты, и рядом с ними сидят умудренные опытом преподаватели. Поэтому я хочу посмотреть на процесс глобализации, на проблематику этой темы, с точки зрения университетской науки. Почему я считаю это важным? Дело в том, что университет по определению – то место, где люди профессионально решают нерешенные задачи, стоящие перед обществом. И у университета две главные функции – это, собственно, научные исследования и подготовка научных камер. Что общего? Что объединяет эти две фундаментальные задачи нашей, в общем-то, культуры? Университет – это явление культуры нашей цивилизации. Их объединяет именно методология познания и творчества. Ну, что такое методология познания и творчества, я скажу чуть-чуть ниже. Но что значит объединяет? Если, углубленные опытом, ученые используют методологию в своих исследованиях, то студенты, они познают азы этого метода, они познают алгоритмы научного подхода. И вот принципиальный момент с точки зрения главной функции университета – подготовки научных кадров. Надо нам всем четко понимать, что общество ждет на выходе. То есть, какими основными характеристиками или качествами должен обладать выпускник современного университета. Ну, вот вы можете видеть на слайде, на мой взгляд, это принципиально важные моменты. Выпускник должен понимать, какие задачи решены в той области знания, в которой он получил образование. Что представляют собой методы их решения и как они реализованы в виде технологий, в виде современных технологий. Причем, следующие моменты – какие фундаментальные идеи открытия лежат в основе этих методов. И самый главный момент – какие задачи на данный момент не решены. Так вот, чтобы уметь решать нерешенные задачи, выпускник обязательно должен владеть методологией познания творчества. Ну, иначе, вот как говорится, цель, процесс образования, она не будет достигнута. Ну, в общем-то, и дальше я буду рассказывать в некотором смысле известные вещи. Дело в том, что в Санкт-Петербурге существует уникальное явление, на мой взгляд, нашей современной культуры, внеавторской, причем, культуры. В Санкт-Петербурге существует группа ученых, которые сами себя называют внутренний педиктор СССР, которые развивают концепцию общественной безопасности. Вот я на самом деле буду рассказывать какие-то элементы, но при этом буду обращать внимание именно на вот те главные вопросы, о которых уже сказал. Так вот, из чего состоит методология познания? Она, в общем-то, состоит из двух базовых элементов, скажем так. Это системный подход и определенный понятийный аппарат, то есть определенная совокупность первичных понятий, принципиально важных первичных понятий, на языке которых можно универсальным образом описывать любые явления в окружающем нас мире. Ну и вот универсальная схема процесса управления – это как раз и есть первый элемент методологии, который принципиально важно понимать в любой отрасли знания, в которой работает ученый. Это универсальная схема процесса управления. Ну вот вы можете видеть, что здесь нужно ввести пять основных понятий. Это субъект, объект управления, цель, которую субъект выставляет для решения какой-то своей задачи. Это может быть некая необходимость, которая вынуждает нас решать какую-то проблему, например, проблему питания, проблему управления техникой и так далее, и так далее. Так вот, для того, чтобы построить, для того, чтобы построить качественную систему управления и гарантированно достигать поставленных целей и результатов, необходимо уметь моделировать. Необходимо уметь моделировать. То есть вот модель в этой схеме – один из ключевых элементов. Без нее невозможно создание качественной системы управления. Ну вот здесь вот я кратко привел как раз те самые основные, как мне кажется, понятия, о которых вот я говорил, но здесь надо отметить следующий нюанс, что вот этот список основных понятий, он как раз ориентирован на нашу сегодняшнюю тематику, на тематику глобализации. Ну, что такое глобализация, если так забегать вперед немножко? Это процесс, который мы наблюдаем, да? Но, причем это процесс, протекающий в рамках социума, да? Что такое социум? Это, прежде всего, элементы от отдельно взятых людей, личностей, да? Объединенные в какие-то структурные объединения, ну, в примитивные, в элементарные, базовые, такие как семья, социальная группа, ну, далее народ и так далее, вплоть до человечества в целом. Ну, и общество, понятия, связанные с обществом. Общество, вот, как объект управления, это как раз и есть вот те самые элементы, от человека до человечества в целом. Что мы знаем про общество? Какие там важные понятия? Закон времени, закон времени, это, значит, что он утверждает? Он утверждает, что есть две, два базовых процесса, которые характерны для социума. Это биологический процесс смены поколений и социальные процессы моделируются как, значит, последовательность смены технологий. То есть есть понятие биологической частоты смены поколений и есть понятие социальной частоты смены технологий в обществе. Ну, дальше идет понятие культуры, системы образования. Ну, понятие культуры, оно имеет две ипостаси. В широком смысле это вся не генетическая информация, накопленная в обществе, а в узком смысле это, как мы привыкли понимать, это художественное творчество, научное творчество, ну и так далее. Система образования, она обеспечивает передачу знаний от одного поколения к другому. Следующие понятия, я расшифрую ее чуть позже, они здесь просто обозначены. Так называемая, полная функция управления, феномен консультальной власти, понятие региональной цивилизации, понятие взаимной вложенности процессов и понятие глобализации как процесса. Вот предыдущая коллега выступала, говорила, что вот забалтовую терминологию научную, даже вот на уровне ООН, это наблюдается. Так вот, мы как раз, особенно в естественно-научных направлениях, как раз отстаиваем эти рубежи. Без четкого введения определений двигаться вперед невозможно. Следующий слайд показывает основные этапы моделирования. Вот это принципиально важный момент. Вот цели, вот для того, чтобы понять, как управлять тем или иным объектом, тем или иным явлением, надо сначала выявить объективные законы, по которым живет этот самый объект. Ну, или закономерности. Если нет детерминированных законов, значит, должны быть какие-то, по крайней мере, статистические закономерности. Следующий этап состоит в том, чтобы понять, где в этих законах человек может приложить свое управляющее воздействие, то есть найти те самые точки влияния. Ну, скажем, вот в технике очень простой пример. Если мы понимаем законы Ньютона движения тел, то приложение силы – это и есть та самая точка влияния. Ну, и третий этап, этап, в общем-то, конструктивного синтеза – это реализация возможностей управления. Ну, какой здесь самый яркий, один из ярких примеров. Вот Циолковский в свое время осознал и открыл законы реактивного движения, исключительно научным образом это сделал, описал их. Но реализованные эти законы были лишь спустя 80 лет нашими инженерами. То есть вот от понимания возможностей управления до их реализации иногда проходят десятки, а то и сотни лет. И это как раз отличительная черта фундаментальной науки. То есть вот если фундаментальную науку так или иначе уничтожить, то мы фактически лишимся вот этого инструмента. Ну и вот объективные закономерности тех элементов, которые непосредственно связаны с процессом глобализации. Что касается личности, что касается людей, конкретно взятого человека, здесь, на мой взгляд, есть несколько основополагающих моментов. Ну вот смотрите, вот объективно, что такое человек? Это прежде всего мощный интеллект. Ну, под интеллектом понимается возможность обработки негенетической информации. То есть сканирование, запоминание, обработка, если необходимо, генерация негенетической информации на уровне абстрактного мышления. И одна из главных черт человека разумного – это возможность передачи негенетической информации от поколения к поколению. Вот чем мы отличаемся от всех остальных видов живых организмов? Тем, что мы пишем книги, мы создаем университеты, мы выстраиваем целую систему образования. Это все объективные моменты, которые необходимо учитывать при анализе процессов, вот таких фундаментальных процессов, как глобализация. С точки зрения общества, ну, наш вид, он социальный вид по своей биологической природе, мы не можем жить по отдельности, мы живем большими популяциями. В связи с этим у нас возникают задачи общественной в целом значимости, так называемые. То есть, раз мы живем все вместе, то нам необходимо осуществлять разделение труда в экономике, нам надо работать над инфраструктурными проектами, создавать дороги, больницы, систему связи и так далее, и так далее. В настоящее время современные общества во всех уголках нашей планеты имеют толпоэлитарную структуру. Но об этом я скажу чуть позже. И еще одна характеристика любого общества – это наличие власти. В данном случае я власть понимаю как реализацию возможностей управления в обществе. Власти бывают разных видов. Здесь вот я обращаю ваше внимание, что надо обязательно включать понятие концептуальной власти. Сейчас я тоже о нем расскажу. Вот понимание концептуальной власти как высшей формы власти в обществе невозможно без понимания полной функции управления. Вот здесь перечислены ее основные этапы. Дело в том, что современный обыватель, он ведь как сталкивается с властью? Вот нужна какая-то справочка. Ну, пошел к какому-то чиновнику, да. На двери написано вот такой-то, такой-то там декан факультета или главврач больницы, или там налоговый инспектор. То есть обычный обыватель видит просто структуры. Некоторые конкретные структуры. Но зададим себе вопрос, а как эти структуры возникли? Ведь если вот умозрительно заглянуть в наше прошлое, то мы увидим, что, в общем-то, и парламента когда-то не было в некоторых региональных, да, в общем-то, во всех региональных цивилизациях. То есть и парламент, и суд, и зачатки исполнительной власти, они каким-то образом возникли, возникли, да. То есть вся структура вот в этом списке начинается с пятого пункта. А до этого идут принципиально важные моменты. То есть нужно уметь выявить фактор среды, который нам либо мешает жить, либо мы хотим добиться реализации какой-то мечты. Надо этот факт обязательно вербально описать. Надо обязательно выставить вектор целей. Если это какое-то негативное влияние, мы должны четко представить себе, что мы с ним будем делать. Если это какое-то позитивное явление или какая-то мечта, то мы тоже должны представить себе, что мы будем делать. Какова последовательность, иерархия целей при достижении нашей мечты или при нивелировании какой-нибудь внешней угрозы. Ну а дальше, вот как я уже сказал, если вот первые четыре этапа пройдены, то создается структура. Эта структура определенным образом контролируется. Ну в современных цивилизациях для этого есть как раз вот законодательные уровни власти. Ну и вот, подводя итог вот этому микроэпизоду, я хочу сказать, что пять уровней власти выявлено на данном этапе. Вот высшая форма власти – это концептуальная власть. Для того, чтобы доводить концепцию управления до народа, до простого человека, существует идеология, идеологическая власть. Вот она обычно ассоциируется с указательным пальцем. Ну и три типичные ветви власти, которые мы хорошо знаем – законодательные, судебные, исполнительные. Вот такое понимание власти в обществе. Ну и вот, когда мы все вот эти важные первичные понятия сформулировали, дали четкие определения, ну, кому интересно, я потом скажу и где-то можно прочитать. Вот после того, как все это сделано, вот эта вот первичная тяжелая работа, вот моделирование всегда начинается с осмысления базовых понятий, на языке которых описываются сложные явления. Вот когда вся эта тяжелая, именно научная, методологическая работа проделана, вот тогда можно описывать более сложные явления. Ну и вот здесь вы видите, ну, один из вариантов, скажем так, определений понятия региональной цивилизации. Вот в моем представлении это геосоциальная структура со своей концептуальной властью, которая по своему нравственному произволу формирует идеалы цивилизации, определяет стратегические и тактические цели развития, вырабатывает пути и средства их достижения, то есть действует именно по полной функции управления. То есть вот как отличить некую геосоциальную структуру, ну, то есть кусок нашей планеты замечательной и живущих там людей. Вот этот кусок обладает качественными региональной цивилизацией или не обладает? Вот это определение дает возможность ответить на этот принципиальный вопрос. Если есть в данной геосоциальной структуре концептуальная власть, то она имеет право называться региональной цивилизацией. Именно в этом случае, только в этом случае, вот эта геосоциальная структура имеет право сказать, что она обладает определенным суверенитетом. Что значит суверенитетом? Она способна самостоятельно видеть проблемы, она способна самостоятельно их формализовывать, она способна самостоятельно выставлять свои собственные цели, такие, какие она сама считает нужны, и разрабатывать пути достижения этих целей. Вот, мне кажется, это определение очень конструктивно. И вообще, в принципе, вот методологический прием, вот как распознать, это вот я специально для молодежи, для студентов говорю, вот как распознать понятийный аппарат, вот он хороший или плохой, так вот говоря, по-детски. Очень просто, вот если он помогает выявить закономерность объективной реальности, если он адекватен реальной жизни, если вот вы пользуетесь этими терминами, и вы видите суть происходящего, вот это и есть критерий того, что терминология подобрана правильно в том или ином научном направлении. Ну и, наконец, вот глобализация. Тут тоже говорились разные мнения, что из себя представляет глобализация, объективно она или субъективно, и вообще не от мира сего. На мой взгляд, глобализация — это объективный процесс объединения человечества в единую планетарную цивилизацию на основе некой общей культуры, которая формируется по ходу процесса. То есть, смотрите, это объективный процесс, который управляется субъективно. Опять же, для того, чтобы понять, как этим процессом имеем ли мы возможности управления, сначала надо выявить его объективные характеристики. Вот первая объективная характеристика глобализации состоит в том, что вот жизнь планетарного человечества, она поддерживает как очень низкочастотный процесс. Вот она когда-то возникла, и Бог знает, сколько будет продолжаться. Так вот, жизнь этого процесса, она поддерживается жизнью региональных цивилизаций. То есть, то, что сейчас происходит в этом зале, это элемент жизни планеты Земля. Как это не парадоксально и банально может быть звучит, вот этот слайд именно об этом. И вопрос только в том, сколько цивилизаций там, 4, 5, 8, это уже другой вопрос, это вопрос научной терминологии. Вот я уже говорил, что современное общество топоэлектарно. Я не буду останавливаться здесь долго, тем более, что время, к сожалению, кончается. Вот эта пирамида, которая пронизывает все сферы нашей жизни, не только в России, но и на Западе, и на Востоке, не случайная вещь. Дело в том, что региональные цивилизации, когда они соприкасаются между собой, то в прошлом, к сожалению, это, как правило, выливалось в военные конфликты. Так вот, для того, чтобы цивилизация была эффективной в противодействии с другими региональными цивилизациями, она должна быть таким мощным кулаком. То есть люди, элементы, они не должны рассуждать, они не должны думать. Вот им сказали, они должны выполнять. Поэтому вот эта пирамида, это естественная реакция социума на внешние угрозы. И один из способов добиться управляемости. То есть это как самолет. Где бы мы ни строили самолет, в России или в Германии, он всегда будет иметь одну и ту же форму. И, в общем-то, вопрос только в раскраске фюзеляжа. Я заканчиваю. Так вот, управляемость глобализации. Я настаиваю на том, что глобализация именно управляемый процесс. И вот я придумал чисто такое научное логическое доказательство. Вот смотрите, если объект себя проявляет, доступен нашим чувствам, то всегда существует возможность сбора, анализа информации о нем, выявления его объективных свойств, прогнозирования его развития и, в конечном счете, управления. Вот представьте себе на секунду, что здесь нет заголовка. И под этой фразой подпишется любой ученый, любой физик, химик, даже и социолог и так далее. Так вот, если есть процесс, если мы можем за ним наблюдать, то и управлять возможным. И, наконец, возможности управления. Вот мы выявили объективные свойства этого процесса. Какие же возможности? Все очень просто. Если мы понимаем, что жизнь нашей региональной цивилизации, России в данном случае, является элементом глобального мира, жизни глобальной цивилизации, то, управляя нашей жизнью, мы на самом деле вносим вклад управления в жизнь всего человечества, а раз так, то влияет на процессы глобализации. То есть, если мы успешны в нашей жизни, если наша жизнь привлекательна, тогда это будет один результат управления. Если мы неуспешны, делаем что-то там спустя рукава, как говорят, из-под палки, то, естественно, наша цивилизация начинает затухать и может погибнуть, и в результате мы теряем эту возможность. Да, да, да. Ну и вот ключевой вопрос, в общем-то, каким быть человеку в рамках той или иной региональной цивилизации. Вот я привел, значит, западную точку зрения. Если ты богат, то ты угоден Богу. Это вот идеологический постулат протестантизма. Вот на этом держится весь западный мир. И смотрите, программируется элемент психики человека. То есть, делается ставка на демонизм личности, и вот именно в этом залог успеха западной цивилизации на современном этапе. В Японии и вообще на Востоке, в буддийском Востоке, человека зомбируют определенным образом на то, чтобы он приносил пользу. Но не от души, не по зову сердца, а вот так вот устроена работа с личностью, что фактически это зомби. Я вот был в Японии, специально отслеживал этот вопрос. Ну и, наконец, в России. У нас есть колоссальный потенциал в этом смысле. Дело в том, что наша цивилизация отличается именно тем, что у нас самое здоровое в психологическом смысле население. То есть, на самом деле, вот в России до момента крещения рабства как такового не было, поэтому наша психика на самом деле свободна. Это и плюс, и минус. Мы вот много ломаем там всяких дров, там расшибаемся на машинах, когда быстро ездим, еще что-то неправильно делаем, но мы психологически здоровы. И когда вот начинаются конфликты, у нас тут же возникает Минин Пожарский, у нас возникает Иван Сусанин, у нас возникает маршал Жуков, у нас еще, еще, еще. Но беда нашей жизни в том, что мы пока не научились работать на опережение. Вот мы не научились работать на опережение в том плане, что надо бы не дожидаться этих катаклизмов, а научиться видеть проблемы заранее. Ну, я вынужден закончить, кому будет интересно, я готов потом в шкулуарах общаться. Спасибо большое, Николай Васильевич. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok